Интернатовец, это должно звучать гордо. В том, что в таком статусе ребенка нет ничего зазорного, уверены педагоги областного интерната номер 4. Ведь дети в их учреждении получают всестороннее развитие, с которым не всегда может сравниться образование в обычной школе. Чем интернат действительно лучше, попытались узнать наши корреспонденты. Так сложилась жизнь. На ребенка нет ни денег, ни времени. Например, у одинокой работающей мамы. Спасением для невольных жертв сложных жизненных обстоятельств становится интернат. Такой, как этот областной номер 4. Здесь школьники с 1 по 11 класса могут находиться все будние дни. Будут кормить 5 раз в день, учить и развлекать. И все это за счет государства. Здесь находятся дети, которые попали в сложную ситуацию в семье. И в это время, чтобы не запустить наших детей, чтобы они не пошли на улицу, чтобы они не занимались тем, чем не должны заниматься. Вот это задача нашего интерната. Они тут танцуют, они здесь поют, они занимаются рукоделием, они рисуют. То есть, ну, каждый ребенок чем-то занят. И именно та категория детей, которые у нас здесь находятся, в обычной реальной жизни, просто всего бы этого не получили. Не просто выучить, но и дать путевку в жизнь. В четвертом интернате особенно гордятся сотрудничеством с гандбольной школой ЗТР. Воспитанники могут испытать себя в большом спорте. Среди выпускников чемпионы страны этого года Сергей Бурко и братья Гурковские. Взгляд на жизнь поменялся. Как бы закал появился. Это как бы уже подготовка к взрослой жизни. В этом интернате сделано все для спортсмена. То есть, тут специально по времени уроки. Ну, никуда не опаздываешься, не пропустишь свой урок и на тренировку успеешь. Дети уже выбрали себя как профессиональные спортсмены. Поэтому они уже тренируются совсем по-другому. Они уже думают об этом утром, днем, ночью. Они хотят играть в гандбол. Интернат – это не престижно. Интернат для детей неполноценных. Все эти другие стереотипы ложные, заверяют педагоги. Но пока домыслы сильнее здравого смысла. Здесь недобор 100 учеников. Люди просто не проинформированы. Они не знают о том, что интернаты бывают и просто вот общая образовательная школа. Что сюда можно прийти обычному ребенку. Для многих судьба именно связана с интернатом. Это как родной дом, где дети получают то, чего не хватает им в семье, в социуме. И даже приводят потом своих детей сюда. Не имея значения, какая у них семья с достатком или нет. Вот просто они прошли этот путь. Они видели этот семейный коллектив, где они чувствовали себя как дома. Это самое главное. В этом году четвертому интернату исполнилось 54 года. В настоящее время к новому учебному году здесь сформированы 20 классов.